вытаскиваем матрицу от ноутбука asus f3t сначала убираем резинки которые закрывают болты матрицы убираем их можем поставить на место они на двустороннем скотче держатся у нас которые вот здесь две в районе веб камеры они потолще их отдельно кладем после этого вытаскиваем откручиваем все болты по периметру все все болты я выкрутил они есть четыре штучки толстых и 4 тонких желательно запомнить какие откуда вы выкручиваете после этого мы берем такой инструмент пластиковая карточка что-либо тонкая из пластика и начинаем тут сначала пальцами на себя оттягиваем рамку переднюю и она отщелкивается вот тут нам даже пластиковой карточки не понадобилось так ну вот рамка у нас достаточно легко снялась потому что ее видимо уже не раз снимали когда вот эти защелки по наружному периметру не отщелкиваются тогда мы всю карточку сюда эту пропихиваем чуть-чуть и вот так ее проводим тогда эти защелки отстегиваются отщелкиваются так все рамку сняли там убираем тут мы видим инвертор который пускает лампы подсветки и кабель от самой матрицы вот сама матрица теперь чтобы нам выкрутить матрицу от из крепежей мы откручиваем вот эти четыре болта они помечены всегда таким не знаю видно не видно треугольничек чтобы не забыть откручиваем четыре болта крепишь креплю Так, все открутили, кладем в другой отсек. Так, теперь можем снять, вытащить матрицу из корпуса. То есть поднимаем, все, и нам осталось, единственное, отключить разъем инвертора. Разъем инвертора мы вытащили, его можно не вспоминать, какой стороной вставляют здесь ключи. Другой стороной вы его не вставите. Вот это матрица у нас, раз, вот это нижний корпус, ну или верхняя крышка. Так, теперь смотрим, как у нас выглядит матрица. Матрицу лучше класть на что-нибудь мягкое. Если на столе будут крошки или какие-нибудь хамушки, то есть вероятность поцарапать матрицу. Я вот использую такой поролон. Все, кладем сюда матрицу. Матрица у нас, значит, модель матрицы, вот здесь написано B154EW08. Ну, это стандартная матрица 15.4, старых, во всех старых ноутбуках она используется на 15. Так, теперь вытаскиваем шлейф. Здесь поддеваем скотч. Аккуратно все снимаем его. Ну, скотч можно сюда приклеить, чтобы потом на место вернуть. Теперь с этой стороны тоже крепится на скотче, аккуратненько, аккуратненько этот скотч. Сильно не дергаем, чтобы не дернуть сам разъем. Все, вот разъем мы освободили. Теперь можно на себя потянуть, аккуратненько, все. И разъем вышел. То есть вот так он выглядит. 30, ну, тут как 30 или 35 пин, не помню уже. Все, разъем мы убрали. Теперь выкручиваем матрицу из кронштейна. Здесь вот по 4 болтика с каждой стороны. С этой стороны раз, два, три, четыре. И с другой стороны также 4 болтика. Все, хорнштейн у нас один снялся. Вот так он выглядит. И с другой стороны те же 4 болта выкручиваем. 1, 2, 3, 4. Все, сняли второй кронштейн. Вот так у нас выглядит матрица. То есть ее можно ставить на другой ноутбук. О, пошел. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...